Отталкиваясь от ложной системы ценностей, человек сплошь и рядом отказывается от чего-то более значимого в угоду тому, что сиюминутно и рационально. И только спустя годы и десятилетия понимает – жизнь прошла стороной. О том, что вспоминают и о чем жалеют люди на своем последнем рубеже – наш сегодняшний рассказ. В нашей жизни меняется все, но всегда присутствуют три постоянные – изменения, выбор и принципы. Но, как любил повторять Стивен Кови, если лестница приставлена не к той стене, сколько бы ступенек вы не преодолели, все равно придете не туда. Путешествие вовнутрь необходимо нам для того, чтобы не плутать снаружи. Но где же именно находится та стена, которой стоит прислонить лестницу? Разобраться с этим нам поможет Бронни Вэр. Австралийская медсестра Бронни Вэр много лет ухаживала за безнадежными больными. Пациентами Бронни были люди, которые из хосписов отправляются домой умирать. Они разделили с ней особенный период своей жизни – последние от трех до двенадцати недель. Все пациенты, отмечает Бронни, поэтапно прошли через отрицание, страх, гнев, раскаяние, еще большее отрицание и, наконец, принятие. И все, как один, перед уходом нашли успокоение. Когда их спрашивали, о чем они сожалеют и о том, что бы они сделали по-другому, снова и снова всплывали одни и те же темы. Вот пять самых распространенных из них. Жаль, что у меня не хватало смелости жить той жизнью, которая действительно была мне по душе, а не той, которую ожидали от меня другие. Это было самое распространенное сожаление. Когда люди понимают, что их жизнь почти закончена и честно смотрят на прожитые годы, им легко увидеть, как многое из того, о чем они мечтали, так и осталось за кадром. Большинство не исполнило и половины того, что задумывалось. Им приходилось уходить, зная, что всему виной только их собственный выбор. Или то, что они так и не сделали своего выбора. Очень важно постараться успеть реализовать на своем жизненном пути хотя бы часть из того, о чем вы мечтаете. Нужно помнить, что когда вы потеряете здоровье, будет слишком поздно. Здоровье дают ту свободу, которую осознают очень немногие. Это обычно понимаешь, когда его уже нет. Слишком много работал. Такое признание Бронни делали практически все пациенты мужского пола. Они не заметили, как повзрослели их собственные дети и насколько мало времени уделяли общению с главными людьми в своей жизни. Практически все мужчины, выбравшие в качестве главного приоритета работу и карьеру, глубоко сожалели об этой упущенной возможности. А ведь если вы откажетесь от излишеств и каждый раз будете подходить к выбору более осознанно, то, пишет Бронни, скорее всего, вам понадобится куда меньше денег, чем вы предполагаете. Создав в жизни больше свободного пространства, вы откроете себя для новых возможностей, которые опять-таки будут больше соответствовать вашему новому образу жизни. Очень многие люди подавляли свои чувства и идеи с тем, чтобы не слишком выделяться в своем окружении. Жесткое подавление своих эмоций и желаний, сопровождающейся горечью и обидой, очень часто становилось причиной многих психосоматических заболеваний. В итоге, накопив проблемы со здоровьем, они довольствовались серым существованием и так и не стали такими, какими на самом деле могли бы быть. Нам незачем отслеживать реакцию на нас, других людей. Даже если окружающие сперва болезненно отреагируют на ваши стремления открыто выразить свои чувства и взгляды, в конечном итоге это поднимет ваши отношения на абсолютно новый уровень или освободит вас от нездоровых отношений. В любом случае, вы останетесь в выигрыше. Люди по-настоящему осознавали всю пользу общения со старыми друзьями только тогда, когда до смерти оставалось несколько недель. Но отыскать друзей не всегда было возможно. Многие были настолько погружены в повседневную суматоху и собственные проблемы, что их отношения с друзьями с годами сошли на нет. Я слышала много глубоких сожалений о том, что люди не отдавали дружбе того времени и усилий, которых она стоила, вспоминает Бронни. Ведь все скучают по своим друзьям на пороге смерти. В нашей занятой жизни, посвященной добыче материальных благ, статуса и власти, мы слишком часто упускаем дружбу. Но когда чувствуешь приближение смерти, все эти вещи отходят на второй план. Да, люди хотят, чтобы перед уходом их финансовые дела были в порядке. Но деньги, карьера и социальный статус на этом этапе больше не представляют для них истинной ценности. Все, что остается на последнем рубеже, это любовь и отношения. Удивительно, пишет Бронни, но на этот момент обратили внимание очень многие. Они до самого конца своих дней не осознавали, что счастье – это вопрос их собственного выбора. Они оставались заложниками своих закостенелых установок и привычек. Привычная зона комфорта и вторичные выгоды полностью диктовали им набор эмоций и стиль жизни. Конформизм и страх перемен вынуждал их лукавить с собой, убеждая, что все окей. Но на смертном адре вас меньше всего заботит то, что о вас думают другие. Оказывается, возможность ни о чем не беспокоиться и снова улыбаться всегда оставалась с вами. И для того, чтобы стать счастливее, нужно не карабкаться вверх и следить за трендами, а сделать всего один шаг в сторону и оставить страх. Величайшие сражения в нашей жизни происходят в молчаливых залах наших душ. Теряя самые ценные отношения, здоровье и свою целостность, мы почти всегда забываем, что секундная стрелка движется только в одном направлении. Мы растрачиваем свое время, силы и энергию на то, чего не можем изменить, в ущерб тому, на что вполне можем оказать влияние. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы могли рассказать о своей любви близким. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой. Все, что я унесу с собой, это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы идти дальше. Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет пределов. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Идите туда, куда зовет вас сердце. Это все в ваших руках. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить вас, делать что-то по дому или работе. Но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились. У нас у всех наступит день, когда занавес опустится вниз. Ваше сокровище – это любовь. Берегите себя. Заботьтесь о других. Жизнь – это выбор. Это ваша жизнь. Выбирайте сознательно. Выбирайте благоразумно. Выбирайте честно. Выбирайте счастье. Ведь любовь – это действительно то, что наполняет нашу жизнь смыслом и то, что греет наши души.